Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами гадаем на Таро Темных Ангелов на замечательную тему Лжет ли вам кто-нибудь из вашего окружения? То есть мы разберем расклад, в нем будет 5 вопросов, 4 у нас позиции по 5 вопросов. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, Instagram, Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, перед вами 4 позиции. Сначала по одной карте. Лжет ли вам кто-нибудь из вашего окружения? Если да, то кто? И давайте обозначим позиции сегодня часами. Давайте немножко карты подвину, вот так, чтобы вам было видно часы. Первая позиция вот такие у нас. Ну, это, естественно, муляж, да, амулеты. Вторая позиция вот такие интересные, маленькие, с римскими цифрами. Третья позиция. Такие часы. И позиция номер 4. Такие часики. Надеюсь, всем видно. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем. Давайте я вот эти вот пока отставлю в сторону позиции. Как же мне их сделать так, чтобы вам было видно, что эти карты я никуда не трогала, не убирала, ничего не делала. Так, их надо в порядке положить, иначе я потом обязательно все-все-все перепутаю. Вот так давайте. Вот так. И вот так. Вот. Вот так будем, да? Хранить. Чтобы вы мне доверяли. Потому что пошли там нехорошие комментарии. Вот первые часы. И наша первая карта. Первая карта у нас. Врет ли кто-нибудь из вашего окружения вам? Ну, или лжет, да? И кто? Представляете, вот эта карта у нас как раз была на оборотной стороне колоды, когда мы начинали вообще тасовать ее, да? Ну, я же потом перетасовала и вытащила жрицу. Жрица, по сути, это женщина-то и сама по себе тайная. То есть это женщина, которая на самом деле вообще много чего делает, скрытно, из-под тяжка. И, соответственно, часто жрица означает ложь. Почему? Потому что она скрывает что-то. То есть бывает, она отмалчивается. Отмалчивается. Не говорит именно саму ложь или врет, да? А просто молчит о некоторых фактах, которые вы, по сути, могли бы знать. Это женщина в любом случае. То есть в вашем окружении есть женщина, которая вам лжет или чего-то не договаривает. То есть может быть тут, знаете как, не сама ложь, а именно молчание о чем-то. О каком-то секрете, какой-то тайне, да? В любом случае и лгать она может, и врать она может, жрица. Но уже в более редких случаях, когда это действительно, ну, она считает необходимой меры, да? У нее есть черное платье и белые крылья. У нее есть две стороны, да? И мы понимаем, что, ну, на самом деле иногда она, когда, допустим, молчит о чем-то, она это делает во благо. Или когда она вынуждена соврать, солгать, она это делает для того, чтобы не было какой-то беды. Ну, давайте тогда посмотрим, почему человек лжет. То есть причина-то какая все-таки? Мы здесь видим карту Король Кубков. Это ложь или вранье из-за мужчины. То есть в вашем окружении есть женщина, но врет она или молчит из-за мужчины. Мужчина у нас такой темненький весь в плане энергетики, естественно, да? То есть в этой колоде Король Кубков, как вы видите, он у нас такой черный ангел, темный ангел. И он порочный в некотором смысле, да? Он такой вот прям соблазнитель, я бы сказала. И, соответственно, когда мы видим такого короля, мы чувствуем от него вот прям сексуальную энергию. Поэтому здесь ложь идет из-за повышенной сексуальной энергии, правильно же? Вообще, конечно, эта женщина, может, и хотела бы вам рассказать правду. Может быть, она бы и открыла вам. Но тогда, может быть, отношения с этим мужчиной идут сразу же под угрозу у вас с этим мужчиной. И сразу же эта правда угрожает отношениям. Поэтому она из-за него и обманывает или молчит. По сути, вот Король в этой колоде, он пьет из чаши напиток жизни. Но остается некий осадок от этого напитка, который является горьким. Так же, как и каждый из нас. Выпивает напиток жизни и остается этот горький осадок, да? Такая вот легенда, я бы даже сказала. А у жрицы очень много тайн. И, вы знаете, очень похоже, когда, ну, допустим, две женщины общаются, но любят одного мужчину. Вот если честно. Скрывает одна от второй этот факт. Ну, например. Или общается вообще с ним за спиной. Или что-то о нем знает, вот расскажет вам, да? И эти отношения сразу же ваши рухнут с этим человеком. Если вы мужчина, от вас женщина, с которой вы общаетесь, скрывает другого мужчину. Это совершенно точно, я могу сказать. Факты о другом мужчине. Что он, например, присутствует в ее жизни. Ну, давайте посмотрим, что поможет вам добиться или добраться до правды в этой ситуации. Пятерка кубков. Ну, пятерка кубков, вы же знаете, это карта разочарования. То есть, по сути, нужно показать этим двоим, получается. Все равно мужчина-то при делах тут. Он же понимает, что та женщина скрывает от вас эту правду, да? И, значит, он тоже лжет, правильно? То есть, не она одна лжет. И вам придется показать им обоим свое разочарование. Отвернуться от них, повернуться к ним спиной. И уединиться как-то, да, быть более одиноким человеком, который в стороне находится. И тогда вы добьетесь этой правды. Вы увидите ее глазами своими. То есть, доберетесь до нее сразу же. Ну, вот гораздо быстрее, чем как вы ведете себя, допустим, сейчас, да? Вот такая тактика нужна. Как бы отошли в сторону и начали наблюдать. Уединились. Показали свое разочарование или апатию. Какие действия необходимо предпринять? Здесь королева жезлов выпала. Да? А, король, простите. Просто тут очень сложно с образами. Я по короне узнала, что это король. Король жезлов выпал. То есть, смотрите, действия какие должны быть. Может быть, напрямую с мужчиной нужно поговорить вот об этой ситуации по поводу того, что эта дама скрывает. То есть, у вас есть какая-то общая подруга, знакомая в том же окружении, да, находится. И вы уже подозреваете, возможно, о чем тут речь. Если не подозреваете, ну, может, не свою позицию, да, выбрали. Но здесь мы видим короля жезлов. И он говорит, что вот поговорить-то надо с мужчиной. Но, мол, знает все женщина. И так и говорить ему, вот, знаешь, я знаю, что вот тут женщина имеет тебе вот эту информацию, да. И получается, что по королю жезлов проявите власть, проявите напор, настойчивость. Мол, если не расскажешь, я вообще отвернусь тогда. Рассказывай, и все. Ну, если вам вообще надо разрушать. Потому что многие же люди не хотят знать правду, чтобы не разрушить то, что они создали. Лжете ли вы себе на сегодняшний день? Давайте посмотрим, потому что, может, догадывались уже, о чем речь. Рыцарь жезлов. Вы знаете, карта как показывает, что вы, возможно, когда-то испытываете вот по отношению к этой женщине некий соревновательный интерес. То есть вы чувствуете с ней какую-то конкуренцию. И, соответственно, вам и надо напрямую разговаривать по королю жезлов. И показывать людям, что вы немножко отходите в сторону, чтобы вот это все проявилось. Потому что, ну, рыцарь жезлов, он как говорит, вот вы как бы находитесь в состоянии соревнований. И, соответственно, желая победить ее как конкурентку, может быть, какую-то подсознательно, да. Естественно, вы себе в чем-то лжете. Ну, например, вам кажется, что вы как раз-таки здесь выигрываете, а все может быть наоборот, да. Поэтому вам тут нужно искренне с собой поговорить, а потом с людьми вот с этими. И выяснить, ну, о чем тут речь. Потому что, ну, позиция же для многих людей не только для вас, а лично, да, сделана. И у каждого здесь своя правда, вот. Вот. Но явно добиваться надо от мужчины и женщины в вашем окружении вот этой правды. Ну, такая первая позиция. Идем дальше. Позиция номер два. Такие вот маленькие часики. Давайте смотреть наш расклад. И первая карта. Лжет ли вам кто-нибудь из вашего окружения и кто? Господи, я так вздрогнула. Где-то в подъезде дверь хлопнула. Бывают раз и шумные какие-то вещи мне только подкидывают. Так, двойка жезлов. Ну, двойка жезлов, она сразу и показала, что вам лгут двое человек, да. В любом случае. Одна из них явно женщина. Может, вторая тоже женщина. Давайте дополнять. Дополнять. Тут надо явно дополнить. Как с работы кто-то. Видите, иерофант. Иерофант в этой колоде женщина. То есть, вам врут две женщины. Лгут. С работы. То есть, они как-то вот, может быть, считают по иерофанту, что в своей лжи они правы. Что вам нельзя знать правду. Нельзя и все, и точка. Что если вы узнаете правду, это приведет к каким-то нехорошим последствиям. Поэтому, мол, мы стоим на страже спокойствия, как они считают обе. И, ну, сохраняют это спокойствие с помощью лжи и молчания. Если вы не работаете, карты показывают любой коллектив. То есть, дружеский коллектив, коллектив по учебе, коллектив мамаш в школе, там, я не знаю, да что угодно. Вот две женщины врут. Давайте посмотрим, почему они лгуты. Почему, что происходит. Тройка кубков. Смотрите, здесь, вот именно в этой ситуации, вот если они вам скажут правду, тут, получается, для них закрывается поток изобилия. То есть, они не хотят с вами, по сути, делиться чем-то. Особенно делиться потоком изобилия. Скрывают они от вас некий доход. Если они вам расскажут, то удовольствие закончится. То есть, скрывается именно для того, чтобы получать удовольствие, понимаете? Радость. Ну, может быть, это и не деньги. Но какое-то удовольствие и радость они получают, но за вашей спиной. Так, если вы узнаете, мол, то, во-первых, либо им меньше достанется этого удовольствия, радости. А во-вторых, еще и поделиться надо, да? Или вообще прекратится этот поток радости, удовольствия и изобилия. Вот так они думают. И вы его сразу же прикроете, этот поток, понимаете? Что поможет вам добраться до правды в этой ситуации? Звезда. Ну, звезда показывает интернет-связи. То есть, нужно проверить компьютеры. Если добраться до компьютеров этих женщин не можете физически, это нереально для вас. Для вас нужно, ну, или до телефонов их, например, аппаратов, да? Не можете добраться. Не получится посмотреть там что-то, пошариться там или вскрыть с помощью там кого-то, чтобы пошарились, да? Ну, каких-нибудь следопытов есть сейчас такие всякие. То звезда показывает, что можно связаться с кем-то по интернету, кто общается с ними с той стороны, и они-то вам расскажут. То есть, вот так. То есть, есть на самом деле люди, которые в курсе. Они находятся, скорее всего, на расстоянии и общаются по интернету. И вы можете узнать через них. Какие действия необходимо предпринять? Карта смерти. Расторжение. Всех связей с этими женщинами. Ну, почему? Потому что тут идет как бы какая-то нажива, на мой взгляд. Как бы навар идет за счет вас. У других людей навар идет, понимаете? И, соответственно, так нельзя, да? Особенно, если это по работе. То есть, это где-то отмывание денег ведь может быть. А потом присядете. Вы как раз зачем? Не дай бог вы бухгалтер. Аккуратно. Будьте аккуратней. Просто будьте аккуратней в этом плане. Если вы не работаете, ну, смотрите, все равно кто-то вам... Вас все равно там просят денежки какие-то где-то. А они на самом деле вам врут уже давно. Эти люди, да? Расторгать с ними все отношения и все. Лжете ли вы себе? Ну, может, вы подозревали все это время, но не хотели признавать? Тройка Пентаклей. Да нет, вы не знали. Ну, допустим, если вы работали с ними, просто работали и все исполняли свои обязанности. Ничего вы не знали, не думали, не лгали себе. Если вы с ними там как-то еще связывались, не по работе. Ну, тоже вы не подозревали, у вас не было в мыслях, что именно такая ситуация идет. Ну, вот такая позиция номер два. Смотрим позицию номер три. Такие часики. Так интересно, можно вот, смотрите, теперь в камеру так делать будет видно. Я такая, ой, как хорошо. Камеру поменяла. Ой, как хорошо, да? Так. Ну, вот где-то ведь должна быть в жизни у человека радость. Хоть в камере. Ну, бывает раз замылить, замылить изображение. Че к чему? Ну, это же камера, оптическая работа там у нее какая-то идет. Давайте посмотрим, кто из вашего окружения вам лжет, если кто-то лжет вообще. Так. Ну, мы здесь видим десятку жезлов. Ну, это скорее, знаете, человек, который совсем вы его не подозреваете во лжи. Это мужчина. Но он вам лжет, потому что ему очень тяжело. Но это мужчина. Мужчина лжет в любом случае. И все знаете, о чем задумалась? Я хотела перед этим раскладом загадать себя во второй позиции. Сейчас третья, я понимаю. Хотела себя загадать во второй позиции. И забыла об этом. Ну, просто я себе намекнула так в голове, что вот у меня будет этот расклад, и моя вторая. А я чаще всего так забываю. Я не придаю значения раскладу, пока он у меня не отложится где-то в голове. И всем так рекомендую делать. Пока он не проиграется, я о нем вообще не думаю. Или пока... Ну, я уже не расскажу его, а потом вспоминаю, что для себя загадывала. Вот так. И сейчас начинаю соображать, что я там рассказала. И такая, думаю, вау! И сейчас так назад откатываюсь, и меня так в голове что-то щелкает. Так, ладно. Рекомендую вам тоже. Сначала вы знаете, как загадали, да, позицию. Сильно не придавайте ей значения. Потом уже разбираться, когда в голове будете. Итак, мужчина, которому очень тяжело, он вам лжет из-за своей тяжести в жизни, из-за того, что у него очень тяжелые обстоятельства. То есть, если бы этих тяжелых обстоятельств не было, человек бы врать не стал. Сразу видно это. То есть, это человек изначально с тяжелой жизнью. Во лжи вы его не подозреваете, ну, может, догадываетесь, но на самом деле повода, как бы, может быть, и не особо было, да. И вы бы не хотели, конечно, чтобы этот человек вам врал или лгал. А ему как бы приходится. Вот карты так прям говорят, что ему именно приходится. Он скрывается очень сильно, что он вам лжет. Прям очень-очень-очень скрывает. Ему очень плохо от этого. И он совершенно не хочет, чтобы вы знали, что ему приходится врать. Почему человек лжет? Давайте вторая карта. Почему он лжет? Видите? Тут прям четко это видно. Четко. Туз кубков. Во-первых, лжет из любви. Сразу. Ну, вот. Понимаете, да? Что, мол, я за тебя выпью этот ядовитый кубок. Да? Кубок с ядом выпью за тебя. Возьму на себя проблемы. Да и так десятка жезлов. И вот все горести буду претерпевать, но я буду врать во благо, как человек считает. Да? Во благо. Из любви может врать. Также по тузу кубков человек может врать, потому что он пьет. Честно, кубки часто означают алкашей. Всяких вариантах. То есть, чуть-чуть попивает, сильно запивается и т.д. и т.п., да? То есть, человек может врать из-за того, что он пьет, на самом деле. То есть, он может одно прикрывать другим, стесняясь рассказать, что он на самом деле выпивает. Постоянно, регулярно, там, периодически. Почему ты не пришел, например, да? На самом деле, я вот, ой, я так работал. На самом деле, набухался, там, да? Напился человек. А врет просто, чтобы ему стыдно. Он там хорошее чувство к вам питает. Ему очень стыдно, что он пьет, да? Ну, что еще может быть по тузу кубков? То, что он хочет что-то для себя в жизни ухватить, схватить. Попасть в поток изобилия, но так, чтобы вы этого сначала не поняли. Решить свои финансовые проблемы хочет за вашей спиной, чтобы вы этого не поняли. А потом уже представите перед фактом, что вот я решила эти проблемы. Что поможет вам добраться до правды в этой ситуации? Карта мир. Ну, очень доверительно общаться как можно чаще, во-первых, с этим человеком. Вы тогда правду быстрее раскроете. А во-вторых, очень много доверительных бесед должно быть под луной, да? Чтобы вот эта правда вообще хоть как-то всплыла, нужно много разговаривать. А когда, знаете, много говоришь, если человек врет, он не сможет все время факты сопоставлять. Он будет их все время подменять или путать. И вы, сопоставив только два каких-нибудь факта, скажете, что-то у тебя тут не сходится, ну и колись, колись вообще. Ну и надо много общаться с этим человеком. Какие действия необходимо предпринять? Восьмерка Пентакли. Работать над ситуацией, много общаться, много с этим человеком встречаться, именно личных бесед, личных встреч, постоянный контакт нужен, настаивать на постоянном контакте. И, ну, это правда, она на самом деле быстрее всплывет, если вы будете больше, больше, больше общаться. Лжете ли вы в этой ситуации сами себе? Восьмерка Мечей, да, вы как будто бы вот прям не хотели бы этого человека в чем бы то ни было подозревать, настолько не хотели бы, что лжете сами себе, потому что у вас, скорее всего, уже давно мистер очевидность, да, а вы все еще, ой, вы вообще не подозреваете, ой, не подозреваю, понимаете? То есть, на самом деле, уже все факты, скорее всего, вот совпадали, а вы как бы вот нет, 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 и вам нужно, ну, все-таки обратить внимание на эту ложь. Раз уж вы гадаете, вам интересно, кто вам лжет, ну, вот мы с вами тут разобрались, да? Четвертая позиция, наши вот такие часики по четвертой позиции. И давайте смотреть карту, врет ли вам кто-нибудь, лжет ли из вашего окружения если да, то кто? Дьявол. Ужас. В вашем окружении есть настоящий дьявол. Кто такой дьявол? Кто лжет и знает, что он лжет и лжет намеренно. То есть, вранье от человека идет в виде манипуляции. Человек очень хочет вами проманипулировать, проманипулировать вашим сознанием, и именно из-за этого врет. Человек-гад, человек-предатель, изменщик, врун, постоянно врет не только вам, но и другим. Черная личность. Для многих окажется женщиной, потому что женщина на карте. Но дьявол вполне может быть мужчиной. Поэтому давайте мы с вами уточним, да? Но вообще для каждого может просто, вот многие же люди канал этот смотрят, да, и видео. И у одних это будет мужчина, у других женщина, понимаете? дьявол. Видите, карта даже не уточняет пол, пятерка пентаклей. Тут люди, ну, тут женщины на карте, да, все-таки, ну, многие подумают, что все-таки женщина. Но тут как бы люди, просто люди. И поэтому могу сказать так, что дьявол, это все-таки может быть как мужчина, так и женщина. Просто у каждого проиграется по-своему. Я это вижу так. Но это настоящий манипулятор. Причем циничный и пользующийся вами. Вот кто вами сейчас пользуется? Вы ведь все равно знаете. Это-то и есть настоящий дьявол. Почему человек лжет? Луна, потому что хочет врать, ему нравится обманывать. Он всех людей вводит в иллюзию. Настоящий аферист этот человек. Пожизненный аферист, обманщик, врун. Вот ему нет совести и чести этому человеку. Он это делает специально. Помните об этом. Он просто хочет какую-то с вас получить выгоду, поэтому он врет. Сексуальная выгода, материальная выгода, просто выгода моральная, когда ты можешь иметь власть над другим человеком, помыкать им как хочешь. Что поможет вам добраться до правды в этой ситуации? Десятка пентаклей. Ну, здесь две женщины, а мужчина-то один, да? Такой гарем у него так выходит, что ли? И мужчина богатый, да? Мы видим богатого мужчину, у которого прям настоящий гарем. Смотрите, человека. Ну, вам надо понять, что если вы столкнулись с человеком, который с вами вводит, крутит любовь, у него есть кто-то еще. И что поможет вам добраться до этой правды? Это просто впрямую сказать, у тебя есть кто-то еще. То есть вам надо прямо осознать, что вы не один в этой паре человек, еще кто-то есть. И в осознанку войдите, сопоставьте все факты, вы это поймете. Если дело нелюбовная тема, все-таки нелюбовная, допустим, а какая-нибудь рабочая, дружеская тема, вам нужно понять, что этот человек не только вас обманывал, и чтобы добраться до правды, нужно просто поговорить с теми, кто попадал под его влияние. то есть найти этих людей, поговорить, с кем он дружил раньше, с кем он работал раньше, и вы сразу все поймете, вам все расскажут. Какие действия необходимо предпринять? Видите, выпадает карта правосудия. Она говорит, что вам нужно прямо судить этого человека, добраться до правды, найти свидетелей этой лжи, и вы прижмете его к стенке, а тут надо прижать, потому что человек гад, самый настоящий, даже может быть вор, там, я не знаю, игромания у человека, и все что угодно, наркомания, лжете ли вы себе в этой ситуации? Может, вы уже давно все подсознательно понимали, просто не хотели, допустим, но королева Пентакли, нет, вы не лгали сами себе, конечно, не лгали все-таки, сами-то уж себе нет, все равно какие-то у вас были более чистые намерения, чем у этого человека, но знаете, тут еще что может быть по королеве Пентакли, что вам как-то было, допустим, стабильно жить, там, не знаю, изобильно, но скучно, и этот человек вам нужен был для того, чтобы развеять эту скуку, там, добавить энергии, да, но я считаю, что вы все равно себе старались не врать, а смотреть как-то объективно, но, видимо, объективности не хватило, поэтому разбирайтесь с этим человеком чуть ли не через суд, ну, такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвеген, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok